Продолжение следует... 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 Атмосфера. Атмосфера праздника. Я прошу прощения, я возьму слово, поскольку я сейчас модерирую наш чат в Ютубе, наши коллеги обращаются, нету звука, нету видео. Трансляция на Ютубе, к сожалению. А вот сейчас пишут, кто-то слышно, видно, я попрошу три секундочки. Многие пишут, что не видно, не слышно. Уважаемые коллеги, которые сейчас смотрят нас в эфире, пожалуйста, в комментариях на канале Ютуб, где вы сейчас находитесь, уточните, видно или слышно. Потому что очень большая нагрузка сейчас идет действительно на интернет, зачеты, сессии, экзамены и, возможно, идет какой-то технический сбой. Пожалуйста, напишите, видно или слышно, прошел ли звук и прошла ли видеокартинка. Я ожидаю ваших комментариев, потому что пропустить такой знаменательный момент, как объявление победителей и узнать это без звука, это будет не очень празднично и торжественно, не очень хорошо. Ну, видео идет. Видео идет. Видео идет, звук, девочки, напишите. Видно и слышно, все, прошла прогрузка. Спасибо большое, Ирина, извиняюсь, что перебила, но наши уважаемые гости просили уточнить этот момент, надеюсь, видно и слышно. Спасибо большое. Да, это здорово, что техника нас не подводит. Итак, кто же был у нас наиболее активным и активно отстаивал право своего проекта новогоднего оформления быть лучшим? И я поздравляю, поздравляю Головатову Ирину, детский сад комбинированного вида номер 7, группа Ветерок, город Олексин, Тульской области. Именно туда уходит диплом первой степени. И вообще город Олексин невероятно активен был в нашем онлайн-вернисаже. И хочется порадоваться и за детей, и за родителей, которые посещают такие замечательные детские сады, где работают не менее замечательные педагоги. Поэтому второй диплом, диплом второй степени, достается Мухиной Елене и Собирьяновой Лоле, детский сад комбинированного вида номер 5 города Олексина, Тульской области. Диплом третьей степени заслужили воспитатели Франчук и Лозовая за проект «Зимнее вдохновение», детский сад номер 16 «Забава», город Королев Московской области. И вот это тройка наших лидеров, у которых 300, 200 и больше 100 лайков получили проекты. Ну и поскольку мы выбираем 10 лучших проектов, то четвертое место занимает проект «Сладкий мир», созданный детьми, родителями и педагогами детского сада «Мир чудес» Воронежской области Ольховатского района. Да, вот как жалко, что мы не можем здесь искупать в аплодисментах наших лидеров. Ой, Ирина, я же сейчас специально мониторю, вы объявляете, потому что в эфире на ютубе только вы, а я читаю, что девчонки пишут «Все там», «Олексин там», «Королев там», девчонки все видят, потом скажем. Отлично. Пятое место. Проект педагогов «Жулегия» и «Смуровый», детский сад номер 16, «Забава опять», «Королев», Московская область. Шестое место. Проект «Зимняя сказка» педагогов Прологова и Екатерины из Синченкова и Светланы. Дошкольное отделение школы номер 705 города Москвы. Седьмое место. Проект «Парад снеговиков», созданный педагогическим коллективом детского сада комбинированного вида номер 7, город Олексин, Тульская область. Проект педагогов Бирюлиной, Коломицевой и Нагорной, средняя школа номер 11, детский сад Винни-Пух, город Нальчик занимает восьмое место. Девятое место. Проект «Новый год» к нам идет. Педагогов Клюевой, Кузичкиной, детский сад номер 16, город Королев, Московская область. И заключает опять город Олексин, детский сад комбинированного вида номер 7, группа «Капелька», педагог, навоженная Наталья. Вот это десятка лучших. Уже сегодня, где-то до трех часов дня на портале ДО Онлайн появятся в разделе «Живой опыт ДО» все фотографии этих проектов, проектов победителей онлайн-вернисажа. Я всех поздравляю с такими замечательными творческими педагогами, которые живут и работают в нашей стране. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. И всем желаю огромного счастья. Потому что цель нашего проекта ДО Онлайн – сделать каждого ребенка счастливым. Только счастливые люди могут сделать наших детей счастливыми. Поэтому счастья вам безграничного, безраздельного. Купайтесь в нем. И пусть каждая минутка Нового года приносит это необходимое для всех для нас счастье. А то, что этот онлайн-вернисаж не последний, это абсолютно точно. И впереди таких онлайн-вернисажей у нас много. Но я передаю слово Валерии, которая расскажет об этом. Ирина, спасибо большое. Спасибо огромное за добрые слова. Потому что я сижу... Девчонки, вам в эфире сейчас не было видно, потому что видно только спикера. А я сижу, у меня же прям улыбка расплывается. Во-первых, слышу все знакомые фамилии, города и садики, дошкольники России. Большое вам спасибо вообще за участие. Естественно, я вижу комментарии. Ирина говорила, не могла почитать. Задите, потом почитайте. Саратов аплодирует. Там уже люди в комментариях. Все друг друга аплодируют. Девочки, огромное спасибо. Действительно, очень-очень такой отклик получился. Ирина, спасибо большое, что дали нам возможность. У нас сегодня в 14.00, но все-таки я немножечко и сейчас скажу, с большой поддержкой Ирины, девочки, я вам скажу, потому что в 14.00 у нас с вами будет другое еще мероприятие, вы помните. Но вот Ирина Егорова, которая сейчас объявляла такие замечательные первые места и при призеров, в общем-то, была таким нашим флагом, нашим идейным вдохновителем на то, чтобы мы перестали стесняться. Девчонки, да, мы с вами с весны собрались в некое сообщество дошкольники России, и почему-то мы стеснялись того, что мы такие активные, что мы такие профессиональные. И в тот момент, вы знаете, когда мы сейчас с вами делаем фестиваль, о котором поговорим позже, и этот портал, Ирина сказала, девочки, ну это же ваше, вы же огромное, сильное, профессиональное сообщество. И с ее доброго послания и со взмаха рукой, что называется, поехали. Конечно же, мы теперь будем одним большим сообществом, поговорим об этом чуть позже, и портал The Online действительно сделан для нас, девочки. Вот это вот очень важно, потому что много порталов существует, и вы знаете, мы с вами где-то сценарий лазим, ищем где-то статьи, ходим, размещаем, да, что-то. И везде все-таки это некое безликое такое какое-то пространство, где да, разместили, да, вот вы пришли здесь и это сделали для нас. И это очень важно, и мы благодарны действительно Ирине за эту идею, что у нас появился свой портал, и теперь у нас появляется свой союз, и позже еще кое-что. Ну давайте мы с вами поговорим, пока я отвлекаюсь от чтения комментариев, я потом обязательно зайду все и перечитаю, я вижу, на зрителей все прибавляется и прибавляется. А я вам пока расскажу, что у нас будет с вами происходить дальше в рамках работы портала The Online. Вы знаете, что портал наш, и у нас у этого портала есть YouTube-канал, на который мы с вами смотрим ежемесячные передачи, у нас с вами есть группа на Facebook, у нас с вами есть Instagram, и у нас есть самое большое пространство именно самого сайта портала. И поскольку первая, так скажем, проба таких вот вернисажей действительно увенчалась огромным успехом, столько замечательных работ, и я поздравляю Алексею Накоролеву, я так по списку, что больше всего мест заняли призовых, а это значит приглашали за себя голосовать. Девчонки, не стесняйтесь, если у вас есть работа, что-то объявляется, приглашайте голосовать. Это же так просто, да, вспомните, как летом вы все приходили за меня голосовать на форуме, был конкурс в агентстве статистических инициатив, как вы меня поддерживали, и вы, вы, именно вы, вы меня вывели на 101 место почти с там 3000 с чем-то участников. Это сделали вы, потому что я вас попросила, мое сообщество, моих друзей, и да, вот мы все это сделали. Приглашайте за вас тоже голосовать. Поэтому у вас будет возможность выигрывать теперь подарки. Да, мы сделали такой пробный вариант новогодний, как вот наше сообщество, наш союз «Дошкольники России» профессионально отреагирует на такой призыв. Призыв получился замечательный и активный. Поэтому теперь у нас будут активности постоянно, на постоянной основе. У нас будет несколько вариантов активности. И на канале будут вам предложены конкурсные комментарии, конкурсные активности, за которые будут бонусы, расскажу чуть позже, какие. В группе на Фейсбуке будут также всякие размещены конкурсы и на самом портале. Но давайте немножечко я вам расскажу вначале о том, что будет происходить на Фейсбуке, там, где сейчас произошло наше новогоднее такое мероприятие. Поскольку мы все украшаем. Да, вы знаете, я работала в детском саду очень долгое время, и столько путешествовала по детским садам, и я вижу, сколько талантливых, красивых и интересных. Декораций делают педагоги, когда украшают свои детские сады, свои группы, территории к тематическим праздникам. И как показали наши новогодние, вот этот вот вернисаж, действительно есть нам чем похвастаться. Есть нам, что посмотреть, сходить друг к другу в гости, да, вот таким вот образом. Вы помните, мы вводили даже наш хэштег «Дошкольники России», чтобы в гости ходить. Теперь у нас появился свой портал, где мы можем ходить друг к другу в гости. Поэтому вам будет предложено еще несколько вернисажей. Первый, это, естественно, будет посвящен нашему женскому дню 8 марта. Это всегда мы украшаем наши детские сады, наши территории красивыми весенними тематиками. И, безусловно, еще один конкурс подобного типа, ну, чуть-чуть будет отличаться, скажу позже, чем будет, значит, к 8 марта, к женскому дню. Вторая активность следующего года, 2021, это, конечно же, украшения, это же, конечно же, инсталляции, это выставки, это, ну, вот, что душа попросит. Это, безусловно, будет 9 мая, День Победы. Это наш значимый праздник. Я знаю, что всегда происходят разнообразные украшения, инсталляции к этому празднику. Поэтому вот это вторая активность нашего портала ДО для вас в рамках работы Facebook-группы. Четвертое, наш любимый праздник. Вы знаете, спрашивал у коллег, и получилось, что действительно, как вот назывался этот период осенины, да, осенняя тематика, так, в общем-то, и признанно его называть. Осенние праздники, осенины на Руси. И, на мой взгляд, самое яркое и красивое всегда украшение идёт именно на осенние праздники, когда украшают листами, когда украшают плодами лета, да, нашей плодородной земли. И это очень красиво. И, так, сейчас я, Ирина, я вас слышу и вижу. Сейчас я договорюсь, это почитаю. У нас тут со всех сторон связь. Обязательно сейчас ведущим озвучиваю все комментарии. Итак, осенины – это будет третий момент украшения. И четвёртый – это, конечно же, в очередной раз Новый год. Итак, у нас, мы надеемся, что это будет много-много-много лет подряд происходить именно так. Ввожу, уважаемые зрители, комментарии от Ирины. Для получения сертификатов надо отправить свои данные, фамилии, имя, отчество, должность и место работы на почту. Уважаемые наши зрители, обязательно, пожалуйста, победители, кто победил, мы все, мы с вами знакомы. Давайте, на всякий случай, я почту озвучу, кто не знает. Она очень простая. Я размещу этот комментарий к этому видео, либо попрошу, может быть, Ирину Александру сейчас эту почту написать. Ну, либо это та же самая почта, на которой мы с вами всегда получаем сертификаты от замечательных марафонов, которые проводит Ирина. Если кто-то вдруг не услышал, не понял, где взять, девчонки, всегда на стене у меня мой WhatsApp, Viber, Telegram и мой Instagram. Пишите, я обязательно вам окажу информационную поддержку, и каждый победитель, каждый, скажем, сертификат найдет своего хозяина. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, это что касаемо Facebook. Для того, чтобы вы могли себя проявить как интересные слушатели, активные слушатели, да, у нас активное слушание наших передач, который мы для вас снимаем на портале D.O.Online, и это наш канал YouTube. И обязательно в этом интернет-пространстве также для вас будет конкурс, который будет проходить регулярно. Это будет конкурс комментариев. Непосредственно, как и что делать, как проводить комментарии, мы вам это все расскажем чуть позже. Как только год начнется, сделаем такое, ну, хорошее описание, чтобы было четко понятно, что нужно делать, как комментировать и что же будет оцениваться, и кем будет оцениваться. Ну, и, безусловно, это активность на самом портале D.O.Online. Вы знаете, что у нас там и статьи, и маленькие видеозарисовки от педагогов, и маленькие видеозарисовки от производителей, и маленькие статьи, и большие статьи, и большая передача. Там очень много информации для нас с вами и для наших родителей. Так вот, на портале D.O.Online тоже непосредственно уже на самом сайте, да, вот если в интернете набрать, можно, кстати, сразу я проверяла, очень здорово получается, можно просто набрать слово D.O.Online. И вылезает из любого, прям вылетает с любого, в любом, где не наберете, везде вылетает. Вот так вам скажу. Поэтому заходите на портал, кто еще там не был, зайдите, посмотрите, что там происходит. Вот все условия этих конкурсов, что нужно откомментировать, как надо откомментировать, как принять участие, что разместить для участия, вам будет всем направлено в письме на вашу почту. Вам просто нужно перейти на портал D.O.Online и зарегистрироваться, да, стать пользователем нашего с вами портала. Даже не пользователь, девчонки, я даже так скажу. Стать активным участником нашего с вами портала, да, поэтому заходите, регистрируйтесь на портал, автоматически ваша почта синхронизируется с порталом, и вам будут приходить все самые свежие новости. Какой сейчас конкурс? Вы видите, все конкурсы бесплатные. Какой сейчас будет марафон? Какой будет семинар? Все самые топовые, интересные новости будут вам приходить на почту. Ну и в этом году у нас получилось, что мы разыграли, так скажем, сертификаты. Я знаю, что мы, педагоги, любим сертификаты, и это правда. Но мы еще любим, девочки, подарки, правда? Мы любим с вами подарки. А раз мы любим с вами подарки, значит, портал D.O.Online, проект D.O.Online будет дарить подарки. Сформирован каталог подарков, и этот каталог будет обновляться раз в квартал. И вот когда вы участвуете в этих активностях своих, то есть у вас перед тем, как сделать некую активность, что-то откомментировать, что есть по конкурсному заданию, что-то сфотографировать или снять видео. Кстати, что касаемо сфотографировать или снять видео, здесь тоже такая ремарочка. В этом году мы с вами делали фотоинсталляцию, так скажем, мы делали инсталляцию и фотографировали ту красоту, которую у вас есть. Со следующего года это будет небольшая видеопрезентация ваших украшений. Как снимать, что снимать, зачем снимать, как правильно поставить камеру, как правильно расположить цвет, как сделать экспозицию, как сделать монтаж, чтобы это было максимально красиво. Потому что это не будет огромные от вас ролики 30-минутные, это будут небольшие, но яркие такие ролики, потому что фотография все-таки не всегда передает ту красоту, которую вы делаете. Мы хотим прийти к вам в гости и немножечко увидеть на видео, как у вас это все красиво сделано. Поэтому со следующего года это будет именно конкурс видео таких вот украшений. Как это делается, для вас будут приведены бесплатные мастер-классы обучения от профессионалов, которые занимаются именно профессиональной съемкой, профессиональным производством кино. У вас будет возможность взять у них, так скажем, знания, как снять правильно ролик. Это нам пригодится не только для оформления, мы с вами знаем, мы с вами снимаем постоянно наши большие ролики, такие всероссийские, да, собираем каждому празднику. Такое знание будет не лишнее. Плюс все равно вы собираете свои личные архивы. Я вижу, что вы ведете свои личные каналы, наблюдаю, просматриваю. Я вижу, что вы делаете для родителей презентации в формате видео. Это будет очень полезно для нас знание. Поэтому обязательно подписывайтесь на портал. Вся информация вам будет приходить на почту, где какие вебинары, где какие конкурсы. Так вот, возвращаясь к нашим подаркам. У нас на следующий год для вас сформирован каталог подарков. Что это такое? Решили вы принять участие в конкурсе, например, на Фейсбуке. Вам на почту придет каталог, из которого вы выберете себе подарок. Там каталог подарков разных. Девочки, это не оборудование, это не игр для детей, это подарки лично для вас. Да, какие-то приятные, приятные, интересные вещи, которые вам пригодятся, вам лично, замечательному участнику нашего такого большого проекта. Поэтому вы заходите в этот каталог, выбираете для себя подарок, который вы хотите получить и начинаете действовать. Начинаете действовать каким образом? По заданию, то ли видео разместить, то ли фото, то ли дать интересный комментарий, то ли задать интересный вопрос. По конкурсным активам обязательно будет у вас наступная информация. Зарегистрируйтесь на портале, и вам после новогодних праздников придет. Полностью гайд, что на это пошаговый, бери и делай. Зашел, сделал, выбери приз. То есть вы будете еще бороться сами себе за свой выбранный приз. Не просто собирать лайки, а именно потом будете получать подарок. Вот такой вот замечательный, так скажем, проект мы все-таки решили для вас сделать, потому что всегда приятно получать подарки, кроме сертификатов. Ну и почему еще на самом деле вот такая вот активность. Девчонки, портал сделан для нас. Помогайте нам этот портал расширять, расширять своими статьями, расширять своими идеями. Вот дам просто маленький небольшой пример, чтобы вам было, что называется, проще, может быть, открыться. Вот случайно через совершенно какие-то другие, то есть уже каналы, обращается ко мне Татьяна из города Екатеринбург, присылает совершенно замечательное видео про ликотеки. Говорит, Валерия, я хочу поделиться своим опытом работы на портале The Online. Пожалуйста, да, вот есть интересная тема, ликотека, есть интересная работа, пишем небольшое сопровождение в рамках технического задания, ну, чтобы это красиво было оформлено, да, то есть там языком просто таким, да, так скажем, красиво оформленным, давайте так скажем. И размещается, да, эта вся информация. Да как же интересно потом нам зайти будет и почитать про ликотеки, потому что для меня эта тема вообще очень интересная. Я в свое время одна была из первых, кто у Ерыгина учился на создание ликотек, очень интересно будет зайти почитать. Поэтому, девочки, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь, предлагайте себя в качестве авторов статей, пишите. Конечно же, мы на данном этапе с вами, в принципе, разговариваем о том, что мы с вами поддерживаем отечественных производителей в большей степени, потому как, да, наши заграничные, так скажем, коллеги, которые производят оборудование для детских садов, для школ, достаточно популярные, уже устоявшиеся, но все-таки импортозамещение, есть импортозамещение, да, много, огромное количество отечественных производителей, которые производят товары, которые, ну, неоценимо выше в какой-то мере, и я сейчас в эту тему углубляюсь и это вижу. Да, вот мы с вами посмотрели два выпуска ДО онлайн, и там только отечественные производители, посмотрите, какая там глубина, просто, возможно, не хватает информации про них, возможно, не хватает еще каких-то, именно поэтому был организован наш портал, чтобы вы узнавали больше, а не рассказывали о себе больше. Мы не знаем многого, вот, поэтому, да, ваши статьи, ваша информация, будет интересно послушать, что, как вы работаете с тем, что производится в России. Я думаю, что рано или поздно, безусловно, будет еще и интересен опыт работы и на каких-то топовых брендовых позициях заграничных, но пока давайте все-таки делать акцент на наше родное советское, что называется, русское, россиянское, не побоюсь этого слова. Вот, девчонки, поэтому регистрируйтесь на портале, помогайте его развивать, потому как мы вас приглашаем и для эфиров в передаче The Online. Живой опыт, это ваш опыт. Пишите, если у вас есть интересный опыт, и вы хотите им с ним поделиться. Я знаю, что вот уже обращались детские сады, говорят, Валерия, у нас такая интересная тема, вы бы хотели сняться. Обсуждается, пишется, оговаривается, все возможно. И также ваша рубрика – это тест-драйв. Что такое тест-драйв? Это проверка качества, давайте так. Вот знаете вы, что у вас в детском саду, например, изумительно работает вот какой-нибудь, не знаю, пластилин любой, не буду даже фирма называть, наш какой-нибудь русский, да, там, отечественный какой-нибудь пластилин, вы на нем работаете. Скажите, Лер, такие вещи делаю на пластилине, такие мы картины рисуем. Хочешь, расскажу, пишите, не стесняйтесь. Мы с вами все вместе, мы с вами все в одном сообществе. И иногда страшно, кажется, ой, а вот я сейчас как-то вот так вот, ну, заявлюсь, а вдруг я не справлюсь. Кто вам сказал? Вы посмотрите, даже один вернисаж только показал, уровень какой высокий, красоты оформления. И не боги обжигают горшки, да, давайте так. Интересная, если у вас тема. Начинаем с вами работать с редакторами, со сценаристами. Давайте, давайте это делать вместе, потому что эта передача, это для нас, для нас, для всех. И не потому, что мы ее сами для себя снимаем, а потому, что мы это делаем для вас. И как же без вас вообще снимать такую передачу? Поэтому, уважаемые коллеги, вот такой вот у нас небольшой пока вам месседж, посыл в рамках того, что планируется на 21 год. Еще раз повторюсь, это прежде всего активности, да. Что такое активность? То есть, опять-таки, из разряда внимательный, активный слушатель, да. То есть не просто посмотрели передачу, ну, там, пишите вы мне, я все это вижу, вы это комментируете. Лер, классно, так здорово, так интересно, спасибо, так здорово. Это очень здорово, да. Но еще же есть комментарии, которые можно задать с точки зрения того, что вы увидели, да. И вот именно вот эта вот ситуация активного слушания, вы послушали, и вы включились в это. Либо вы прочитали статью, и вы включились, потому что огромное количество статей, которые написаны на портале The Online, адресованы родителям, да. Поработать над этим, дать свои профессиональные советы, кто, если не мы, посоветуем, как родителям, с тем или иным, например, с той или иной идеей прорабатывать эти моменты дома. Да, мы работаем с детками в группе на какую-то тему, да, ну, почитали перед статью. Видите, что перчаточные игрушки, да, вот эти дебабу, кукольные театры, прекрасно, все с ними работают у нас в детском саду. А почему нельзя делать домашние театры? А почему нельзя делать еще какие-то интересные, да, ну, с точки зрения психологии, какие-то моменты с этими игрушками? Ждем от вас советов, и именно такие активности мы от вас и будем ждать в 2021 году. Профессиональные, интересные и яркие. А мы все с вами профессионалы, и нам есть что сказать. Вот, уважаемые коллеги, я благодарю всех за то, что вы проявили такую активность в новогоднем нашем марафоне подарков, еще раз, подарков, а украшений. Еще раз повторю, что для того, чтобы получить сертификат, пожалуйста, нужно обратиться на почту 6909973-собакамейл.ру. Не услышали, не зафиксировали, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, я обязательно вам эту почту перешлю, и ваш сертификат к вам придет. Я так понимаю, что сейчас я уже теперь осталась совершенно одна непосредственно в зуме в эфире, но я вижу, что вы находитесь на ютубе все. Если я правильно понимаю регламент нашего сегодняшнего мероприятия, то праздничное подведение итогов, праздничное объявление победителей у нас на сегодня подошло к концу. Немного я вам рассказала о том, что же нам предстоит с вами на следующий год. Я попрошу, пожалуйста, Ирина, напишите мне в WhatsApp, есть ли еще какая-то задача, чтобы я что-то сказала в эфире, потому что Ирина вышла из зум, пошла смотреть на ютуб, видимо, общается с вами. Ирина, расскажите мне, пожалуйста, в WhatsApp, если что-то еще нужно рассказать нашим коллегам. А я пока скажу, что ровно в 14.00 сегодня же на канале, тот, который мой канал, на который мы обычно смотрим эфиры, у нас состоится презентация нашего с вами первого международного фестиваля для детей, родителей, педагогов, всех, кто связан с дошкольным возрастом, до звезд дотянемся рукой. Этот фестиваль, естественно, посвящен космонавтике. 2021 год — это 60-летие полета в космос, и именно этой теме будет посвящено. Я думаю, что, уважаемые коллеги, кому будет интересно посмотреть, у меня, к сожалению, нет вывода демонстрации экрана сейчас, кому будет интересно ознакомиться с каталогом, пишите, я обязательно вам вышлю каталог, посмотрите. Естественно, я сейчас вам его добавлю в наш чат. Еще раз напомню, что у нас действует чат в WhatsApp, где мы с вами общаемся. Пожалуйста, пишите, и обязательно каталог, который представлен будет сейчас на первое полугодие, он уже для вас готов, он уже интересный. Либо регистрируйтесь на портале DEO Online, и этот каталог придет прямо к вам на почту, и вы сможете все посмотреть. Ну что же, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Но опять-таки прощаюсь ненадолго, всего на полчаса, и мы с вами увидимся через ровно 30 минут на нашем канале, который, он раньше был мой, Валерия Луканина Михалева, но с сегодняшнего дня его переименовываю, и это будет наш канал «Дошкольники России» Союза. Поэтому я вас жду, спасибо большое, поздравляю победителей, поздравляю всех тех, кто нашел время и поучаствовал. Спасибо большое за творческие работы. До новых встреч ровно через полчаса. Регистрируйтесь на портале, и вам сразу же придет каталог для просмотра подарков. Всем пока-пока!